Всем огромный привет! Я к вам сегодня с каким-нибудь макияжем. Будем уже тут по продвижению дел решать, какой будет он. Есть новинки и старые продукты. Давайте уже что-нибудь наконец-то сделаем, потому что я вам давно обещала, да и самой хочется чего-нибудь нарисовать на лице. Смотрите, у меня есть новинка. Мы были в Минске. И у меня тут большинство продуктов таких, которые можно только достать где-нибудь у нас там. Я приобрела вот такие вот шпильки. Не знаю, наверное, только уже ленивый. Не слышал, не видел их. У меня оттенок карамель. Вот такие три штучки в наборе. Давайте попробуем чего-нибудь заколоть. Я ни разу еще не пробовала ими пользоваться, так что, как говорится, первое впечатление. Давайте, чтобы было просто удобно и волосы не резли к лицу. От лица соберем что-нибудь такое. Не знаю, как-то первым блинкомом ничего не получается. Давайте попробуем, как я видела в Инстаграме. Такое чувство, как будто бы делаю что-то неправильно. Оно как будто бы не захватывает все волосы. Надо, наверное, все-таки к этому делу приноровиться. Как-то пока не очень получается. Просто завяжу резиночкой. Отложила их пока на потом. Потом, потом, потом попробуем. Хочу, хочу дать второй шанс вот этому тону от Fenty. Не знаю, после того, как мы с вами пробовали его в прошлый раз, я так ничего и с ним не смогла сделать. Давайте, ну сейчас у меня максимально увлажнена кожа, и более увлажненной она не будет. Давайте перед этим бальзам нанесем. Мне вот подарили такой от Rilouille. Пользуюсь, нравится. Такой очень простой. Ну, хорошо увлажняет губы. И взяла в этот раз спонж. Давайте попробуем спонжем. Может быть, как-то получше. Смешную крапинку. Ну, поехали. Что, он вроде как ничего. Но если у него есть на пути какие-то шелушения, он с удовольствием, конечно, их подчеркивает. Вот здесь у меня как бы пятнышко такое с шелушками. И он такой, это как раз по моей специальности. Да, все-таки он суховатый. Я думаю, что подойдет более жирной коже или более комбинированной, чем моя. Ну, а так на супер увлажненную, на супер там напитанную кожу. Ну, ничего. Дальше добавлю каплю консилера. Не знаю, на камере как будто бы даже что-то сияет. Но я думаю, что это ненадолго. Сейчас выветрится влага, которая была на спонже. Я думаю, все будет то же самое. Так, у меня еще вот такой вот скульптор от Шик в оттенке 0.4. Интересный, но я не заметила, что я взяла рефил. Я спешила и не заметила, что схватила такой вот рефил. Но, думаю, ничего страшного. Здесь он как бы в упаковке. Поэтому, видите, здесь он на магнитике. Можно его... Если у вас есть футляр, то это очень удобно. Но я буду пользоваться пока так. Наверное, вот такие кремовые продукты лучше работать через руку. Оно будет отдавать... Рука будет отдавать тепло. И он будет растушевываться потом проще. Но он такой сливочный. И цвет интересный. Он такой и не серый, и не рыжий. Ну, сейчас попробуем. Купила еще тоже такую вот кисточку. Manly Pro 124. Для нанесения и растушевки вот всяких таких кремовых продуктов. Давайте ей и попробуем. Очень красивый, естественный цвет. Очень натурально лежит. Не делает вот эти такие сумасшедшие серые, неестественные скулы, полосы. Очень хорошо растушевывается. Мягкий такой натуральный контур. Очень красиво, натурально выглядит. И кисть тоже очень удобная. Давайте тогда еще из кремовых возьмем вот такой вот кремовый хайлайтер. Я уже вам его показывала. Делает скулу прям стеклянной. Сегодня компактной пудрой. Вот такой в оттенке Light. Она такая наподобие Hourglass шлифующая. Кстати, я как-то так пользуюсь, что даже вот зеркало не отклеила до сих пор. Как новенькое. Оттенок такой, знаете, для светлой кожи очень хорошо подходит. Мне немножко светловато. Ничего страшного. Потом это все дело смешается. Так. И давайте тогда возьмем оттенок Medium. Он такой интересный очень. Он не бронзовый, а, наверное, в серинку. И я его использую, немножко пылит, использую как скульптор. Но если нам будет недостаточно, то возьмем... У меня здесь есть MAC. Мой любимый в оттенке Cosmic Force. Ну, видите, так набираешь, и он подпыливает. С пудрой именно с предыдущей как-то, ну, не так. Она более как сильнее спрессована. А здесь он более пыльный. Давайте сегодня возьмем красивое KIKO. Вот такие персиково-сияющие. Купила еще вот такую вот веерную кисть. Это Manly Pro 40. С пражгардом тоже идет. Такой мягкий веерочек, скорее всего, козочка какая-то. И давайте возьмем из палетки Dior вот такой вот цвет шампанского. Давайте брови нарисуем. Купила свой любимый Catrice. Карандашик для бровей. Такой вот тоненький. В оттенке 0,15. Брови, конечно, у меня пока кто куда. Но уже намного лучше. И ресницы тоже. Я купила вот такую вот сыворотку. Top Lash. Взяла сразу большой размер XL, чтобы и на брови, и на ресницы мазать. Вот такая вот тоненькая кисточка. Очень удобная. Я каждый вечер после того, как провожу все свои ритуалы вечерние, наношу и ложусь спать. На утро никакой отечности нет. Обычно какие-нибудь сыворотки там грешат этим. Я вот смотрю в камеру и кажется, что как будто бы перебор. Вот жизнь осмотрю. Очень даже натурально выглядит. Как-то свет, наверное, так падает. Но, в общем-то, можно поменьше тогда набирать. Я уже, знаете, чтобы точно видно было. Я про скульптор. Вот. Так что брови и ресницы. Я надеюсь, что с помощью этой вот сыворотки как-то немножко под... Ну, то, что подлечу, приведу их в порядок. Потому что вот эти вот постоянно выпадания бровей и ресниц тоже надоело. А про эту сыворотку много хорошего. То, что она не гормональная. И все будет, короче, нормально. Ну, посмотрим. Я пока только вот вторую неделю пользуюсь. Посмотрим, как будет. Обожаю этот карандаш. С ним так просто вообще и быстро получаются брови. И вот даже укладка гелем не нужна. Потому что он водостойкий. И за счет своей текстуры он делает такие неукоженные. Но давайте сделаем. Сегодня не Анастасию возьму. Потому что я уже в последнее видео проужужала вам уши. А возьму арт-визаж. На этой брови у меня вначале волосы растут вообще кто в лес, кто подрыва. Ну, ладно. Пока не трогаю. И пух тоже вокруг. Не трогаю. Потом, когда буду красить, будет видно, что там отросло. Снимала небольшой влог из Минска. Но что-то там, я не знаю, пять раз я пробовала его срендерить. И никак не получилось ничего. Поэтому я решила, наверное, значит, не надо. Не надо против природы идти. Так что новинки все равно вам показываю сейчас. А там была у нас такая короткая поездка. Но очень много нужно было всего сделать. Поэтому там такое все очень сумбурное. Так, в качестве базы под тени возьму вот такие тени. Кремовая шик. Это оттенок 0,4. Очень тоненько наносятся. Хорошо растушевываются. Такой вот, знаете, базовый цвет. Отлично и зеленым, и голубым глазам подходит. Подчеркивает синеву или наоборот зеленцу. И вот такая небольшая блестка в нем есть. Они у основания такие более розовые. Растушевываются в такой теплый коричневый. И легко уходят в кожу. Очень удачный оттенок. И пока не застыли, беру тоже новинку от Шик. Я что-то закупилась. Но давно ничего у них не брала. У них столько всего классного повыходило. Это такой спаркл. У меня оттенок сан. Там еще был такой розовый. Они вообще прям как масло. Розовый. Но я не взяла, потому что у меня есть мак. Видите, такое стекло. Хамелеон из зеленого, фиолетового и розового. Такой красивый цвет. Многогранный. И вот это дело. Все нужно наносить пальчиком. Такие продукты. Очень. Видите, какой шиммер мелкий. Красота. Нанесу аккуратненько пальчиком. А потом просто обновим. Они так красиво. Многогранные. Давайте поближе покажу вам. Вот у меня есть несколько карандашей водостойких. Я думала сделать стрелочку. И теперь не знаю, каким подержать. Здесь или морской волной, или под таким углом. Вот прям вообще такое золото с другой стороны уходит в фиолетовый. Фиолетовый у меня тоже есть карандаш. Не знаю. Теперь. Очень красиво будет выглядеть на темной базе. На каких-нибудь смоке сверху вообще. Просто будет... Ой-ой-ой, как красиво. И давайте я быстренько построю просто форму. Из базовых оттенков ничего нового. Буду использовать свою палетку от ProVidji. И к вам вернусь. Короче, я сделала фатальную ошибку. То, что я нанесла этот спаркл сразу. Потому что все... Вот карандашки я сделала. Такую растушеванную стрелку. Все тянулось вместе с этими блестками. Ну да ладно. Буду наперед знать. И вот оно подсыпается. Все. Ну ладно. У меня есть для того, чтобы сделать еще поверх темной цветную стрелку вот таких три карандаша водостойких от Seventeen. И вот я не знаю, какой тут вот выбрать. Можно сделать двойную. Такой вот фиолетовый, голубой сияющий. И вот так вот я думаю, что нам сделать. Может из голубого в изумрудный? Давайте. Как будет, так будет. Он смешивается с блесточкой от спаркла. И получается вообще еще другой цвет. Возьму этот изумрудный и продлю. Здесь краю смягчаю границы, потому что у меня все-таки на кончике растушеванная стрелка. Чуть-чуть потушую границы. Давайте в уголок спаркла. Не буду никакой наносительной нанесу. Кремовые тени Кико в оттенке или 60 или 09. Немножко сейчас почищу здесь эти все блестки. И мы красим ресницы наконец-таки. Тушь у меня тоже новая. От Belor Design. Вот такая XXL. С силиконовой такой вот обычной щеткой. Но перед этим обязательно завьем керлером мои прямые ресницы. Очень хорошая простая тушь. Не знаю, как будет по стойкости. Посмотрим попозже. Но как я люблю. Хорошо разделяет, приподнимает и не ложится очень большим количеством. Несмотря на то, что она абсолютно новая. Ну что, сейчас соберу как-нибудь волосы под такой макияж и надену сережки. Покажу вам, какие я купила. Собрала вот так вот в узелочек сзади. Но перед тем, как мы все-таки наденем уже сережки, у меня же еще два карандаша для губ есть. Как раз чего-нибудь накрасим. Это тоже Севентин. Оттенок 01 и 02. Один такой более корректирующий, знаете, для таких модных сейчас губ. Для того, чтобы делать такой контур коричневый. А второй более с розовинкой. И вот, не знаю, наверное, такой возьму с розовиночкой. Просто по контуру пройдусь, немножко заполню и бальзамом украшу. Потому что, ну, в жизни я не особо крашу губы. А тем более у нас такой акцент... Почему мы так странно разговариваем? У нас акцент на глаза сегодня. Такой оттенок, как мои губы, только немного более коричневый. И вот такие вот сережки. Я уже покупала у них сережки. Вот эти вот мои необычные. Вот эти вот. Это полимерная глина. И у них все классные, такие интересные формы необычные. Ну, у них такая застежка отстойная вообще. У меня были такие классные тарелочки. Может быть, даже такие же, вот как я сейчас купила. Но я их потеряла. Видите? Она так, как неровная форма. Они не плоские, а разные. И одна сережка на другую не похожа. И я вот такие сережки, только черные, потеряла из-за застежки. Потому что она не плотно прилегала. И я когда что-то в примерочной или... Ну да, скорее всего, что-то мерила. И переодевалась. И потом обнаружила только дома, что у меня одна сережка. Такие вот красивые тарелочки. Ну что, вот такой у нас макияж с вами получился. Интересный, с двойной стрелочкой. Показала вам новинки. Сама попробовала то, что еще не пробовала. Не знаю, интересно вам такое снимать еще. Или вам такое не нравится. Еще купила в Дьюти Фри маленький парфюм себе. Хлоя. Это 20 мл. Вот так вот называется. Такой с первого. Сразу свежий очень. Какие-то такие травы. Но потом чувствуешь пудру. Что-то такое. Немножко специй. Нужно почитать пирамиду. Посмотреть, что там. Я вам вставлю вот здесь вот. Но я взяла маленький для того, чтобы понять, распробовать. Потому что Дьюти Фри это все как-то обычно быстро. И ты не понимаешь, там столько ароматов вокруг. И не понимаешь, нравится тебе или нет. А вот такие вот форматы. Это очень удобно. Так что буду пользоваться. Но пока нравится. Вот сколько я неделю пользуюсь им. Очень красиво он раскрывается на теле. Потом на коже. Была рада вернуться к вам. Я надеюсь, что вы ждали моего видео. Ну и до скорых встреч. Всех целую. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok